Всем привет, с вами Аня, и сегодня у нас канал Необъяснимая, которая не отпускает меня. Приступим к несвятой реакции. Поехали! Как правдоподобно камера есть здесь. О, май. Ой, привет! Да ты такой хорошенький, оказывается. Ничего себе у него голос. Крутой. Погнали. Я как будто ASMR слушаю. Погибли три года назад. Он начал ощущать непонятное присутствие. Магия! И в один из них ему удалось даже записать это на видео. Внимание! Ну почему именно... Блин, лампочка... Она... Кстати, это графон, видно было. Неестественно, нифига. И... Прям видно, что это... Слишком четкая тарелка для остального... Для остальной фиговой камеры. И что самое интересное, тарелка, стоящая на столе, поднялась... Ну видно! Видно! Все! Все! Фейк! Видос развеян! Практически все можно подделать. Но как сделать так, чтобы тарелка начала левитировать, а затем поднялась вверх и разбилась об пол? Я не знаю! Как? Видео реальной манической активности. А как вы думаете, это реальная активность или постановка? И почему? Потому что... А следующее видео, как утверждается, снял охранник дома. И ему сообщили, что один из жильцов... Насколько это плохая камера! Это... Это... Бог! Бог плохой камеры просто только что был. Далее мы видим, как охранник заходит в злополучную квартиру. Кто там? Я моюсь. Уйди. Зачем приперся? Что он там видит, блин? Вот как нас... Привет! Настолько с плохой вот камерой можно жить. Смотрите, гора посуды. Сразу видно, блин. Живет. Неряха. То есть я. У меня всегда столько посуды у раковиня. Даже посудомойка есть! Чего не пользуешься? А, это бутылки были. Берегите природу, не выбрасывайте пластик. Пропавшей еды и летают мухи. Стульчик детский. Это в том доме, наверное, в котором мужик застрял в вентиляции. Пачка сигарет, что ли? Видимо, он находит разбитый мобильный телефон. А, это телефон. Да еще как разбитый прям. Старались, видимо. Зачем он поперся в эту квартиру? Это же... Хотя ладно. Охранник. Разве охранник можно по квартирам ходить? По-моему, нет. Там также есть порядок, некие книги разбросаны по кровати. А, то есть, раньше нельзя было включить? Ой, мужик! У чувака астма, вкалите ему что-нибудь. Видимо, это тот самый жилец, который пропал. Он лежит, облокотившись на стену. Посмотрите, насколько хреновый грим. Просто. Ребята, я такой грим делала, я не знаю, лет в четырнадцать, когда мне было это интересно. Вы слышите, да? Вы слышите, насколько плохо наложен звук здесь? О, и еще один. Это он же, или еще один? Необъяснимая, не шепщи таким голосом. Я не могу сконцентрироваться. Мамиль начинает преследовать охранника. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Блин! Я вспомнила видосы, ребята, где уголек бежит от камеры по всему дому. И дверь закрывает за собой. Там еще что-то закрывает. И в конечном итоге сам себя в тупик загоняет. Там поел, в холодильник заглянул. Вот тут то же самое. Охранник такой, нет. Боже, не смей, не трогай меня. Пожалуйста, пожалуйста. Знаете, зачем заблюрили? Потому что гуашь видно на листе. После этого была найдена только видеозапись охранника. Конечно. Также вы пытаетесь вести видеозаписи в подобных проверках. Их обязывает руководство компании. Также мне показалось странным. Вот здесь слева можете видеть лицо. Да это не лицо! Ты ошибаешься. У меня такая фигня висит у мойки. Это, короче, полотенчик с мягкой игрушкой сверху. И этой истории, фейк это или нет, судить вам. Но, как мне кажется, вполне правдоподобно. Да. Такую запись бы просто не обнародовали. Конечно. Это фейк. Такую запись бы не обнародовали, если бы это был не фейк. Уже не один год в его жилище бушевал некий полтергейст. И опять свет мигает. Да что ж такое? У них нету вот этой вот жилки придумательевской. О! Слово какое! Придумала! Не, ну это точно ASMR. Мне на ухо кто-то дышит. А камеру оближет кто-нибудь? Ох, Майя. Потряс. Когда коктейли делают, вот это такой же звук. Что когда полтергейст поворачивает камеру, в отражении никого нет. Поэтому я тоже думаю, что это не похоже на фейк. Знаете почему в отражении нет? Потому что у нас есть такая штука, как монтаж. Это что только что было? Вот это фигня! Это фигня? Не знаю, что там с пасхалкой, не интересно. Это фигня? Вот смотрите, камера типа поворачивается. Это стоп-моушен анимация. Знаете, как они заморочились над этой фигней? Ну тут только поаплодировать можно. Вообще их не доставляет. И автор следующего видео тоже страдал от этого. Он всячески старался записать активного духа на видео. В одной из ночей с 4 до 5 утра. Вы видели тень? Я хотел записать это. Кто-то за дверью лапает дверь. Непонятно ничего. Там просто пятно тело. Ну да, это за дверью кто-то пятно лапает. Был очень-очень давно. Опа! А знаете, кто лапает? Вот там вот сбоку, сбоку 100% дырка есть. Он вот такой. Трогай. Я лица там не вижу. Вот. Хоть в бете. Никакого там лица нет. Так вот, был старый-старый видос. Он реально жуткий. Когда я его видела, я его постоянно пугаюсь. Черно-белое. Все. И он... Парень идет. И показывает как бы свой дом. Открывают дверь, а там вот так вот тень. Маленькой девочке. И вот это меня реально испугало. Маленькой. Здесь пока ничего страшного не вижу. Потому что там не видно было, что это графония или еще что-то. Ееее. Часы упали. Время, отстой! Время идет слишком быстро. Мы стареем. А не это. Иисуса специально там поставили. Чтобы он смотрел. На самом деле, это чтобы жутче было поставлено. На гитаре кто-то только что сыграл. Конечно! Вы, кстати, видели, как носок подняли грязный и выкинули? Нечего в тумбочке грязной носки хранить. Как они сделали эффект, что стрелки начали очень быстро вращаться на два других момента плюс так. Так видно, где они держатся? Прям посередине. А упали они, потому что отодвинули носок. Не, это не носки, это трусы были. Я ошиблась. Слушайте, мне только что посоветовали 10 страшных видео, которые заставят нас сказать... О, боже, нет! Так что... Почему бы не глянуть? Давайте глянем. Ребята, а это он же? Только у него другой канал. Так, все, делаем новый канал. Будет называться Зефиришно. И я там буду смотреть... Беременна в 16. Че, нет? Ва? Вум? Охотники поехали. Знаете куда? В зону 51. Ну? Где моя шапочка из фольги? Кенгуру? Кенгуру в зоне 51. Автор заявляет, что они охотятся рядом с зоной 51 в Неваде. Для тех, кто не знает, это секретный объект правительства США, где проводятся различные опыты. Блин, забыла шапку из фольги. Но сделала себе шапку из фольги. В следующем видосе увидите офигенная шапка. Настоящая русская. Ютубер приближает объект, который выглядит как небольшое электронное устройство. Это дрон? Ну, как бы сейчас это популярно. Оно быстро летит по воздуху. Объект очень быстро летит. Оно плавно летит по воздуху. Оно не быстро летит. Как ложки и вилки на моей кухне. Ооо, насколько это плохо, так что было. Зачем они шепчут? Зачем они шепчут? Они думают, ты на лозу 50 километров услышишь. Конечно же, со слов, обоснованных многочисленными наблюдениями других людей. Да, ну, дрон какой-нибудь отражающий. Не, ну, не шар. А может и шар? Кстати, он ушар. Против ветра. А мы не знаем, против ветра или нет. Кстати, качество реально крутое. Вот, не на мыльницу сняты. Да ну, в зоне 50-1, типа, мало ли, что они там испытывают. Да дрон какой-нибудь просто светоотражающий. Пишите свои мысли в комментариях. Чтобы дольше летал, может испытывают, типа, батарейки эти солнечные, которые впитывают. Фиг знает. Много чем может быть. А этот ютубер исследует заброшенные жилые помещения, где жил психопат, когда неожиданно видит что-то ужасное. Возможно, это дух его предыдущего хозяина. Он сидит в полуприсед? Немножко непонятно. Как будто вот так вот. Главное сказать, что тут жил там маньяк, убийца, психопат, еще кто-нибудь. Кстати, снято на мыльницу. Мужик такой. Здрасте. Вы что идете из моей квартиры? Я тут живу. У меня немного денег. Ютубер скорее хочет убраться оттуда, но неожиданно перед ним начинают распахиваться все окна. На этот раз вы можете услышать низкий неземной голос духа, когда он грезит. Неземной голос. Что ж такое? Вопрос в том, были ли это призраки или реальные люди? Да люди, там же видно, что это точно не призраки. Ну, камон, тень. Там тень падает от него. Главное, что там психопаты. Если вы говорите по-испански, можете мне помочь понять, что здесь происходит. Это видео, кажется, было отправлено подписчикам ютубера. Мы с вами испанский не знаем, даже подсказать ему. Я расчарована с кем-то. Вот если бы по-украински говорили, я бы вам все переливела. Я очень люблю украинцев и язык мне их нравится. Вы вряд ли бы заметили, потому что фон очень темный. И это заставляет меня думать, что видео настоящее. Почти как этот конец. Кстати, да, они отличаются, но... Но там кто-то как будто руку вот так положил, облокотился. О котором эта семья не в курсе. Семья не в курсе. И ютубер по имени Тенор Шелтон пытается очистить свой разум, снимая видео в ТикТок. Он ведет записанную волосы. Случайно записывает призрачную фигуру, которая исчезает после короткого... Если он пользуется ТикТоком, разум у него уже очищен. Это не то, чтобы... Это не о том, что ТикТок, блин, плохой. Это о том, что он пользуется ТикТоком. Ему же надо как бы собрать в ТикТоке лайкусики. Он головит бесформенную фигуру, плавающую вокруг его подвала. Он не может объяснить это явление. Лучше всего это видно в течение первых пяти секунд, когда одна половина зависает. Ее также почти не видно в отражении телевизора в течение десяти секунд. Вы что-нибудь видите? Когда Майкл возвращается к лестнице, ее уже нет. Вообще ничего не видела. Вообще! Что? Что? Где? Да где? Да нет! Где? Там ничего нету! Там его ждет кто-нибудь с замурованным в стене. Ах, с замурованным в стене. Мужик, который полез через вентиляцию. Он смотрит вверх в поисках вертолета или самолета, но ничего не видит. Послушайте... Как и я в предыдущем видео, там ничего не было. Какая камера хорошая? Это что? Это что, качество? Я думаю, это не похоже на то. У меня нет объяснений этому явлению. Слушайте, я слепая. Я и в этом ничего не вижу. Мне надо, как для тупых, обводить в красный кружочек, ребята. Да где? Я ничего не увидела. Все. Все, все. Досмотрелась. О, давно его не видели. Это же Снежный Человек. Ребята, с 80-х годов таких видосов нет. Кстати, да, там обувь. Все это пипец. Да, да, да. Развод. Развод. Его шаги были бы намного тяжелее. Не увидим старого друга. Снежного Человека. На этом видео снято в глухой сибирской деревне. Видно ни одной из... Соскучились по плохой камере? Вот она. Теперь у нас три солнца всходят. Раз, два и три. Может там так облака просто опустились? Они могут рассматривать это как чудо, но жуткое зрелище наполняет меня скорее страхом, чем надеждой. И я думаю, что это реально. Потому что это планета Нибиру. Как широкие фиолетовые блики от линз на 24-й секунде. И то, как солнце просвечивается через окно грузовика. Мне кажется, это трудно подделать. Это планета Нибиру. Скажите, возможен ли такой тройной восход солнца? Да, сто процентов. Типа, просто очень плотные облака. Да? Это восход? И вот так вот выглядит. И все. Но мы-то все знаем. Через 6 минут и 28 секунд появляется призрачный силуэт, который кажется немножко наклонен. После этого мимо проходит член группы. Но когда на 6 минуте 49 секунде его фонарик проносится мимо, выясняется, что это просто спинка стула и веер. А вот этот приходящий призрак гораздо более сомнительный. Вот тут я хоть что-то вижу. Там вообще ничего нет. В внимательном рассмотрении видно, что дух носит подозрительный характер. Как будто бы он одет в одежду этих исследователей. Вот такая мешковатая толстушка. Поэтому я бы сказал, что... Да, слушайте, смотрите, штаны снизу светлые, а сверху темнее одежда. Это он. Да, да, да. Я согласна с ведущим. 100%. Действительно, меня недавно очень фигово покрасили. И я теперь думаю, вот так стричься. Либо полностью в красной запигачке. О, буквы страшные. Я же читать не умею. Либо для дислектики. Как второй работник стоит у стола. А еще один посетитель ждет поблизости. Сначала все кажется обычным. Но примерно через 30 секунд в правой части видео мы можем увидеть что-то странное. Вам не кажется, что странно как-то камера повешена? Подвешена. 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 Казалось бы сама по себе. Ветер дует. А нет, слушайте, она поднимается. Она продолжает ползти вверх, как неожиданно один из посетителей подпрыгивает. Она не вверх ползет, она скатывается вниз. Сотрудники спрашивают его, что случилось, а покупатель объясняет, что плащ только что сдвинулся. Ну, кстати, да, но... Сотрудники игнорируют это, но заказчик продолжает утверждать, что это произошло. Как будто его стащили прям сзади, она не вверх поднималась. Итак, пока все это происходит в фоновом режиме, мы можем наблюдать еще одну паранормальную активность. Что там? Что там? Ну-ка, ничего не видела. Где? Где? Типа то, что плащ покачивается. Это ветер. Голова манекена, которая стоит на полке. Голова манекена. Начинает оборачиваться в сторону покупателя. Где? О, нифига, реально. Манекены жуткие. Камон. Затем покупатель уходит, и клип заканчивается вскоре после этого. Но в этом виде... Вот, вот, вот. Вот так надо было тамов ввести кружочком. Я ничего там не видела. Как одного из парикмахеров прямо в камеру в конце видео. Многие считают, что это видео могло быть постановой для вашей... Да постановка, конечно, нет. Он улыбится вон, стоит и смотрит. Здрасте. Это я. Ой, необъяснимое. Спасибо тебе за такие прекрасные видео. От души душевно туда, куда надо. Вот мне понравилось, честно. Не зря второй видос посмотрели. Все отлично вообще. Жалко, я шапку из фольги с собой не захватила. Но в этот раз на это видео. Ну, а ничего. В следующий раз буду в шапке из фольги. Будем смотреть про НЛО, РЕН-ТВ, про иллюминатов. Боже мой, мое любимое. Так что ждите новое видео. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Ну и что? Всем до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok